Ждёте новые сюжеты? У вас есть интересные видеоматериалы? Присылайте их на электронную почту subscriber.ttsobaka.gmail.com и станьте соавтором проекта Travel Together. В Комсомольске-на-Амуре оптимизируют автобусные маршруты. Это и другие меры помогут улучшить качество обслуживания пассажиров. Корректировки планируют ввести уже в 2021 году. Среди прочих проблем общественного транспорта – изношенность подвижного состава. Справиться с этим быстро не получится, так как у части перевозчиков нет денег для обновления. Оптимизация поможет решить вопрос с несоблюдением перевозчиками временных интервалов. Отметим также, что при образовании городские власти намерены обсудить и с горожанами. Также остается актуальным вопрос о трамвае. Согласно расчетам специалистов, чтобы вернуть этот вид транспорта в город, нужно более 300 миллионов рублей. Деньги нужны в том числе на гашение имеющихся у трамвайного управления долгов. В мэрии решают вопрос с правительством края, рассказали в пресс-службе администрации города. Мэр Новокузнецка признал проблемы транспортной реформы. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов признал проблемы, возникшие при проведении транспортной реформы, возмутившей горожан своей непродуманностью и бардаком. Городоначальник по традиции сделал громкие заявления в эфире, ставшие уже легендарной телепередачей «Утро с мэром». Напомним, именно тут Сергей Кузнецов плевал на пол и рассказывал, как коронавирус косит ряды городских чиновников. Теперь пришло время признаний о транспортной реформе. Мэр Новокузнецка сообщил, что в настоящее время наибольшие проблемы с общественным транспортом возникли в заводском районе, и в Абашево. Уже решено вернуть жителям Абашево маршрут номер 5, а в заводском районе упразднят маршрут номер 11, который практически не востребован у местных жителей. Также Сергей Кузнецов сообщил горожанам, что в следующем году город купит электробусы. Москва предоставила Калуге 17 поддержанных автобусов. Транспорт выйдет на улицы города после технического обслуживания. Все автобусы марки «ЛиАЗ», все оснащены кондиционерами, сообщили 16 декабря в управлении Калужского троллейбуса. После проведения полного технического обслуживания и процедуры оформления, автобусы будут работать на городских маршрутах, на которых предусмотрен транспорт большого класса. До конца текущего года УКТ собирается получить еще 10 московских троллейбусов. В Екатеринбурге 14 трамвайных линий отгородят от автомобилистов. В Екатеринбурге на 14 трамвайных линиях поставят бордюры. Искусственные препятствия ограничат возможность автомобилистам передвигаться по рельсам и задруднять движение трамваев. Решение поставить дилинеаторы на участках трамвайных путей было принято после исследования скорости передвижения по городу рельсового транспорта. Оказалось, что в час пик в городе трамваи медленнее всех передвигаются на необособленных участках. Причина тому – игнорирование автомобилистами правил дорожного движения. Они передвигаются по трамвайным путям, где отсутствуют камеры. Новосибирск в 2021 году возьмет в лизинг 40 автобусов за 400 миллионов рублей. Муниципальное предприятие Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие номер 4» объявило закупку на предоставление в лизинг 40 пассажирских автобусов. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 395 миллионов 600 тысяч рублей. Она соответствует минимальному полученному коммерческому предложению и объему субсидии, предоставленной в рамках госпрограммы по обновлению подвижного состава на льготных условиях. Аукцион назначен на 12 января 2021 года. Заявки для участия принимаются до 10 января. Как сообщается в прессе, со ссылкой на слова начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимира Кондаурова, речь идет о покупке 40 автобусов НИФАС. В следующем году в Брянске планируется обновить троллейбусный парк. Брянские новости информируют, что износ подвижного состава в троллейбусном управлении Брянска равен 98%. В связи с этим, в следующем году запланировано обновление парка троллейбусов. Сейчас 96 единиц электротранспорта присутствуют в городе, однако эксплуатировались менее 7 лет только 7 штук. На совещании глава администрации Брянска Александр Макаров сообщил, что электротранспорт в городе должен быть сохранен. Субсидия, равная 11,6 миллиона рублей, будет выплачена троллейбусникам в следующем году. В часы пик троллейбусы максимально выводятся на 11 городских маршрутов. Протяженность их более 168 километров. В год этот вид общественного транспорта перевозит около 4,5 миллионов пассажиров. Петербурженка решила проехать в троллейбусе со своей скамейкой. Кадры пенсионерки со скамейкой в общественном транспорте засветились в социальных сетях. Несколько дней назад в ТикТок появилось видео, на котором видно, как Петербурженка решила занести скамейку в салон троллейбуса на Петроградской стороне. Кондуктор не позволила пассажирке зайти в транспортное средство со своим сидением. В пресс-службе Горэлектротранса заявили, что данные кадры являются постановочными. Прошел тестовый рейс ретроэлектропоезда Р-2К-980 Яхрома. 19 декабря электропоезд Р-2К-980 Яхрома совершил тестовый рейс по маршруту Савеловский вокзал Яхрома. Ориентировочно с 25 декабря ретроэлектрички будут выполнять по два экспрессных рейса в день от Москвы до Яхромы. Движение будет осуществляться ежедневно, кроме понедельников. Движение будет осуществляться. Движение будет осуществляться. Движение будет осуществляться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...